Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! И сегодня в субботу за богослужением читается Евангелие от Иоанна. Глава 10, стихи из 27 по 38. Послушаем это евангельское зачало в прочтении иродьякона отца Александра. Речи Господь ко пришедшим к нему иудеум. Овцы моя, глаза моего слушают, и аз знаю их, и по мне грядут. И аз живот вечный дам им, и не погибнут вовеки, и не восхитит их никто же от руки моей я. Отец мой, иже даде мне, боли всех есть, и никто же может восхитить их от руки отца моего. Аз и отец едины и сма. Взяше же камень и паки иудеи да побьют его. Отвеча им, Иисус. Много добра дела явих вам от отца моего. За кое их дело каменее мещете намя. Отвечаше ему иудеи глаголюще. О добре деле каменее не мещем натя. Но охуле, яко ты человек сый творишь и себе Бога. Отвеча им, Иисус. Несть ли писано в законе вашем, аз грех боди есть те. Аще он рече Боги, к ним же слово Божие бысть, и не может разоритесь описание. Его же отец святи и посла в мир. Вы глаголите, яко хулу глаголише, за не рех сын Божий есим. Аще не творю дела отца моего, не имите ми веры. Аще ли творю, аще и мне не веруете, делом моим веруете. Да разумеете и веруете, яко во мне отец и аз в нем. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Сказал Господь пришедшим к нему иудеям. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех. И никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно. Тут опять иудеи схватили каменье, чтобы побить его. Иисус отвечал им. «Много добрых дел показал я вам от отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями». Иудеи сказали ему в ответ. «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». И Иисус отвечал им. «Не написано ли в законе вашем? Я сказал, вы боги». «Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. «Если я не творю дел отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Изрекая верующим в Него обетование о даровании вечной жизни, а также желая показать, каких великих благ лишают себя иудеи, не желающие пойти вслед за Ним, Господь изображает положение, в котором находятся Его овцы. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». При этом Христос отождествляет свое попечение об овцах с попечением о них своего Отца. «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Александр Павлович Лопухин замечает, этим Спаситель говорит о том, что, собственно, верховным пастырем в Израиле является Отец, но действует он через Христа. А отсюда Христос делает такой вывод «Я и Отец одно». Эти слова могут обозначать только единство Христа с Отцом по природе, по существу. Никогда ни об одном пророке не было сказано ничего подобного. Рукою Спаситель называет «Власть и силу», подразумевая то, что он и Отец одно по естеству, по существу и по власти. Конечно, иудеи поняли, что этими словами он объявляет себя единосущным Богу, а потому схватили камень, чтобы побить его. Дело в том, что по иудейскому закону за богохульство побивали камнями. Хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Потому иудеи приготовились побить Христа камнями, но Спаситель обезоружил их коротким вопросом. «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями». Неожиданность вопроса смутила иудеев, и против их воли показала, что они признают великие чудеса Господа. Поэтому они опустили камни и стали оправдываться, что хотят побить его не за добрые дела, а за богохульство. На обвинение в том, что он, будучи человеком, делает себя Богом, Спаситель ответил ссылкой на слова Псалма 81-го пророка Асафа из Писания, в истинности которого фарисеи не сомневались. «Не написано ли в законе вашем? Я сказал, вы боги». Смысл этого Псалма в том, что в нем богами названы люди, призванные творить суд и защищать слабых от посягательств сильных. Богами они названы потому, что должны быть органами божественного правосудия и проводниками правды Божьей. Борис Ильич Гладков поясняет, приведя выдержку из этого Псалма, Христос сказал как бы так, «Вы, конечно, не решитесь обвинять псалмопевца в богохульстве, поэтому, если он назвал богами достойных носителей божественной власти, то как же можете обвинять в богохульстве меня, назвавшего себя сыном Божьим и творящего дела, какие может творить только Бог?» И чтобы еще более убедить слушателей в своем божественном достоинстве, Господь указывает на свои дела, которые дают ему полное право требовать от иудеев совершенного доверия к нему. «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте мне, а если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Так как невозможно было видеть существа Его, то в доказательство равенства своего могущества Он предоставляет равенство и тождество дел. Из равенства и тождества дел своих с делами Отца Иисус Христос доказывает свое равенство и тождество с Отцом. Блаженный Феофилакт пишет, «Хотите ли вы говорить «познать мое равенство с Отцом»? Равенство по существу вы не можете познать, потому что познать существо Божие невозможно, но равенство и тождество дел примите за доказательство тождества силы, ибо дела будут для вас свидетельство о моем Божестве». И действительно, сила и милосердие Спасителя явились видимым образом во всех его делах. И как Христос доказывает свое посланничество от Бога божественностью своих дел, так и мы, дорогие братья и сестры, будем свидетельствовать о том, что мы его ученики посредством наших добрых дел по отношению к ближним. Только так мы научимся любить по-настоящему, не ища своего, но устремляясь к любви Христовой. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи!